Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, и время подводить итоги сегодняшнего дня. Сегодня у нас 39-й день войны, 3 апреля. Говорим о хронике войны, о ситуации в тех населенных пунктах, которые недавно были освобождены, и говорим о перспективах закончить эту ужасную войну. Безусловно, главная тема – это массовые убийства в Буче. Это наверняка окажет большое влияние на ход событий и на войне, и на дипломатическом, и санкционном фронтах. Что ж, проанализируем все, что известно на данный момент, и начнем с ситуации на фронте. Основные усилия противника направлены на то, чтобы возобновить наступление на Донбассе и выйти на административные границы донецких и луганских новостей. Об этом пишет украинский генштаб. Также с правобережной части Киевской области противник завершил вывод войск. Сегодня в Чернобыле на участке белорусско-украинской границы снова украинский флаг. В направлении Жеброваров и Чернигово, по данным генштаба ВСУ, Россия завершила отведение войск Центрального военного округа. В целом, судя по всему, из Черниговской области российская армия тоже будет выведена. Но не только из Черниговской продолжается выход российских войск и из Сумской области. Вечерняя сводка генштаба говорит о том, что снимают блокаду из областного центра, с многострадального города Сумы. Из чего генштаб делает вывод, что Россия, возможно, откажется от планов атаковать этот регион. При этом российские войска перемещают свою активность на восток Украины. Уже абсолютно все официальные украинские лица говорят о том, что готовится масштабное наступление на Донбассе. Продолжаются бои в районе Изюма. На данный момент город контролируется российскими войсками. Сегодня там украинцы сбили российские военные самолеты и взяли летчиков в плен. По информации украинской разведки, на сам Донбасс Россия перебрасывает десантников из Калининграда. В общем, там по-прежнему на Донбассе намечается что-то масштабное и бои ожесточенные с разрушением городов, населенных пунктов, с гибелью мирных жителей продолжаются. Губернатор области Павел Кириленко уже призвал жителей региона по возможности его покинуть как можно скорее. Кстати, подобные призывы звучат и из города Лозовая Харьковской области. Ее все чаще в последнее время бомбят, а это очень важный транспортный узел для связи украинских военных на Донбассе со всей остальной Украиной. В дневной сводке генштаб ВСУ сообщил, что идет бой за поселок Александровка в Николаевской области. Также сегодня был обстрелен Николаев и Очаков. Есть погибшие, есть раненые. В Одессе также ракетами атаковали нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива. Я напомню, что днем ранее побили и Кременчудский НПЗ. Да и Киевская область, несмотря на уход россиян, продолжает быть мишенью. Сегодня был нанесен ракетный удар по Василькову. Теперь, что касается освобожденных городов и населенных пунктов, в частности Бучи. Со вчерашнего дня в сети появляется огромное количество фото и видео тел убитых, мертвых людей. Есть фото убитых со связанными сзади руками. Я уверена, что вы уже встречали в сети, в телеграм-каналах, где-либо еще и эти страшные фотографии и ужасные видео. По понятным причинам я их здесь размещать не буду, но я уверена, что вы прекрасно понимаете, о чем я. Мэр города Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе была найдена братская могила, где захоронено около трех сотен расстрелянных людей. По его мнению, это те, кто пытались самостоятельно покинуть город через реку. Также были обнаружены тела людей, которых несколько дней назад взяли в плен, после чего они на связь не выходили, и вот были найдены их тела. В частности, было найдено тело старосты Матыжина, Ольги Сухенко и ее супруга Игоря. Минобороны Украины в Твиттере заявила, что эти люди были убиты российскими солдатами, российскими войсками и назвала это «Новой Серебряницей». Это отсылка к резне боснийских мусульман во время войны за Югославию. И к Серебрянице, я также напомню, ранее отсылки делал несколько раз Путин. На эти события в городах под Киевом отреагировало уже огромное количество политиков, дипломатов по всему миру. Например, глава МИДа Британии Ли Страс уже заявила, что эти фото лягут в основу уголовного трибунала против России за военные преступления. Позже Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что собрала доказательства военных преступлений в Буче. У правозащитников есть доказательства, в частности, свидетельства женщины, которая лично присутствовала в тот момент, как российские войска окружили пятерых мужчин и выстрелили одному из них в затылок. И история Бучи уже действительно вышла на международный уровень. Президент Евросоюза Шарль Мишель запустил хэштег «Бучанская резня» и пообещал поддержку со стороны Евросоюза в преследовании за военные преступления, совершенные армией Российской Федерации на территории Киевской области. Глава немецкого МИДа обвинила лично Путина в этой жестокости. Также резко осудили убийства людей президент Франции Макрон и многие другие дипломаты и политики. Украинские же власти после этих убийств в Буче призвали страны Запада перестать бояться вводить жесткие санкции против Российской Федерации. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулиев привел список того, что нужно сделать. А это эмбарго на российскую нефть, газ, уголь, закрытие всех портов для российских судов и товаров, отключение всех российских банков от SWIFT. Зеленский упрекнул НАТО в том, что оно не спасло Украину от кровопролития. Бухарест, декларация саммита НАТО. На этом саммите Альянс не дал Украине план действий по членству по настоянию Франции и Германии. 3 апреля, 14 лет назад, был шанс предотвратить это, сделать так, чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область, теперь Россия пришла. Еще позже, в своем вечернем видеообращении, Зеленский еще раз упрекнул Запад. Я запрошу пані Меркель, пана Саркозі, відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок России. Побачити на власні очи закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військовых, які скояли це проти наших людей. Також он сказав, що іниціююється здание спеціального механизму розслідування воїних військових з привлеченням міжнародних експертов. І в сім конці дня отреагувала РФ. Миноборона Росії отрицаєт обвинення в масових увійствах. І заявляє, що опубліковані фото і відео якобу являються провокациєю і постановою. В России утверждают, что все российские подразделения полностью вышли из Буча еще 30 марта. 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорог в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Все свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Все тела людей, изображения которых опубликованы по прошествии минимум четырех дней, не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах не свернувшаяся кровь. Но в целом, по реакции Запада, становится понятно, что веры там, российской версии событий нет. Шольц, а также другие европейские лидеры уже анонсировали в ближайшее время ужесточение санкций против России. Что в себя будет включать этот новый пакет санкций, пока непонятно. Но вчера, кстати, впервые министр обороны Германии допустила, что может быть введен запрет на импорт российского газа. Что я напомню ранее, ФРГ вообще отметалась эта идея как нечто немыслимое, невозможное, так как немецкой экономике пока нечем его заменить. Но в любом случае, те или иные санкции новые будут, и будут они болезненные. Этот вопрос после Бучи уже решен практически на 100%. Также наверняка в Украину будут увеличены поставки оружия. Не исключено, кстати, что на этот раз и тяжелого. Того самого, о котором Украина просит уже достаточно давно. Но до этого момента Запад не хотел это оружие предоставлять. И, кстати, сильным очень контрастом на фоне крайне жестких заявлений от представителей украинских властей касательно Бучи выглядел поток, опять же таки, от украинских властей касательно переговоров с Россией. В них даже отмечается определенного рода позитив. Вчера поздно вечером несколько заявлений сделал один из членов украинской делегации по совместительству глава президентской фракции Давид Арахамия. Судя по его словам, сейчас идет финальная проработка проекта мирного договора, который готовится для подписания двумя президентами. Арахамия также сказал, что Россия устно во время переговоров поддержала украинский проект. Нейтралитет в обмен на гарантии. Ну, как? За исключением вопроса Крыма. Я напомню, что по Крыму в Стамбуле украинская делегация предложила отсрочку вопроса на 15 лет, тем временем вести переговоры, а Российская Федерация с этим не согласна и настаивает на признании Крыма российским. Также Россия требует признать ДНР и ЛНР независимыми республиками, а Украина это делать отказывается. Сегодня слова Арахами прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский. Он заявил, что Россия еще на переговорах в Стамбуле поддержала стремление Украины стать безъядерным, нейтральным государством. Без, как он выразился, иностранных баз и военных антироссийских учений. Это, собственно, и есть то, чего Россия добивалась с 2014 года. Мы видим, что украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично. Что касается Крыма и Донбасса, позиция России неизменно. При этом, в отличие от Арахами, Мединский не видит перспектив скорой встречи Зеленского и Путина. В отношении готовности драфта договора для встречи вверха, к большому сожалению, оптимизма Арахами не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. Также он заявил, что есть некие договоренности, и Киев на них согласился. Вот только украинские военные их не выполняют. О каких договоренностях идет в данном случае речь, он не уточнил. Тем не менее, Зеленский считает, что участники переговоров близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус Украины. Об этом он сегодня заявил в интервью американскому телеканалу CBS. Также, по его словам, эти договоренности должны включать возможность вступления Украины в Евросоюз. При этом обязательным условием таких договоренностей он назвал гарантией безопасности. Зеленский сказал, что важная часть этих договоренностей – гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. Ну и в случае агрессии со стороны России против Украины, лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом. Но, к слову, в этом же интервью Зеленский заявил, что, например, Соединенные Штаты Америки, они-то и помогают. Но вот что касается гарантии безопасности, пока не соглашаются их предоставить в том виде, в котором просит Киев. Кстати, в связи с этим, а также по причине слабых санкций против России, имеется в виду, что в Украине считают, что они недостаточно жесткие. На Банковой все чаще сейчас звучат упреки, которые раньше сложно было представить. В ненавнем интервью Зеленский заявил, что Запад играет украинцами. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вообще призвал Соединенные Штаты Америки так прямо и сказать, что они воюют до последнего украинца. Кстати, что касается США, очень интересное заявление сделал Блинкен, американский госсекретарь. Он допустил, что санкции против Российской Федерации могут быть сняты, если это нужно будет для успеха российско-украинских переговоров и завершения войны. В интервью телеканалу NBC Блинкен сказал, что международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей, разрушение, сохранить независимость и суверенитет. И для этого в конечном счете потребуется снятие санкций. То, конечно, мы это изучим. Цель санкций не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если в результате переговоров санкций, давление, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты. То есть американцы, можно сказать, показывают стимул для российской власти быстрее двигаться к результатам переговорного процесса. И тогда будет отмена санкций. Впрочем, куда большее влияние на ход переговоров, судя по всему, окажет ситуация на фронте. На Западе и в Украине бытует мнение, что Путин попытается добиться некой победы к 9 мая. Например, на Донбассе, куда сейчас перебрасывают дополнительные силы. Или же на юге Украины, Николаев, Одесса, там тоже сейчас постоянно взрывы. Оттого, смогут ли российские войска реализовать этот план, как быстро и в какой степени будет зависеть дальнейший ход войны. И, конечно же, переговоров по ее окончанию. Вот таким был сегодняшний день. Вроде как воскресенье, а такое ощущение, что не выходной. Да и вообще, во время войны не чувствуются никакие праздники, да и выходные дни, собственно говоря. Ну что ж, на этом у меня пока все. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Политика страны». Там всегда больше информации. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok